Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Алексей Викторович Поляков, начальник управления образования Дензовского городского округа. Здравствуйте, Алексей Викторович! Добрый день! Продолжаем с вами разговор. В прошлой передаче мы подводили итоги года, выделились успехами, достижениями учеников, педагогов. Сегодня хотелось бы перейти к более такой глобальной истории. Это, конечно же, строительство, капитальные ремонты, инновации. Ну и вообще, что интересного ждет сфера образования в новом году? С самого начала 2019 года муниципальная система образования реализует инновационное направление национального приоритетного проекта образования. Это федеральный проект, в который включилось и наше муниципальное образование. И в программе этого проекта «Современная школа и точки роста», которые направлены на совершенствование материально-технической базы, в первую очередь, ну и, конечно, на повышение качественных знаний наших обучающихся, в первую очередь, по современным технологическим навыкам. А вот в качестве пилотных площадок были выбраны несколько наших образовательных учреждений. И здесь мы пошли на, скажем так, у нас был свой определенный взгляд на выбор этих площадок. Мы решили, что этими площадками должны стать сельские образовательные учреждения. Это Каринская школа, это Горкие десятые школы, Новогородковская, Старогородковские школы и Шараповская, Осаковские средние школы. У нас немножко городские школы, чуть-чуть продвинутые в сфере оборудования техническими средствами обучения. Поэтому были выбраны эти площадки. Школа хорошая, школа замечательная. На базе этих школ создаются так называемые точки роста, открываются вот эти вот центры дополнительного образования. Выделяются помещения. На ремонт этих помещений выделены федеральным центром деньги. На приобретение оборудования выделяются деньги. На специалистов, которые будут работать в этом центре, тоже выделяются деньги. Ну и это, конечно, станет определенной той точкой роста для этого образовательного учреждения. А какие будут направления все-таки развиваться? Не только для образовательного учреждения самого, а еще для ближайших учреждений. Все будет зависеть от решения руководителя, от желания родителей, детей. В основном это техническая направленность, кружки по технической направленности. Когда пройдет презентация этих проектов? Мы работаем. Пока сказать я точно не могу. Идет закупка. Вот сейчас мы работаем по закупке оборудования, по ремонту. Ну, то есть, в принципе, программа уже стартовала в начале года. Программа стартовала в начале года. В ней участвуют все муниципалитеты Московской области и, я думаю, Российской Федерации. Как говорится, получим отмашку и будем открывать торжественно. Примерно предполагается, на какую сумму закупка оборудования? Сколько будет выделено средств? Вы знаете, сейчас сказать сложно, потому что оно будет выделяться частями и идти. И конечную сумму я прямо сейчас вам не назову ее. Достаточно определенно неплохая. Сейчас мы получили порядка от трех до шести в разные образовательные учреждения. Это по-разному. Нельзя прям конкретизировать какую-то сумму. Что еще нового в образовательных учреждениях происходит? В этом учебном году будет изменена оценка самих образовательных учреждений. Министерством образования Московской области продолжается работа по повышению оценки деятельности образовательных учреждений. В прошлом учебном году, как я сказал, нам удалось совершить огромный прорыв. 12 образовательных учреждений у нас находились в красной зоне по тем или иным показателям. Нам удалось все образовательные учреждения вывести из красной зоны. Это тоже являлось, наверное, одной из определяющих позиций наших потом в регионе, в рейтинге. А сейчас мы возвращаемся к хорошо забытому старому. Я в подробности вдаваться не буду, у нас существовала с 2000-х годов кластерная оценка образовательных учреждений. И мы возвращаемся к этой кластерной оценке. Это методика с понятия кластера. Фактически это методика определения той или иной школы в кластер. Если говорить простым языком, вот есть возможности, есть результат. То есть, исходя из этих двух векторов, мы определяем, на каком уровне находится школа. То есть, исходя из возможностей образовательных учреждений, сюда входят и педагоги, и технические средства обучения, и учебная литература. То есть, вот база, какая у нас есть база. То есть, у нас есть, допустим, школа со средней базой, а результат дает сверххороший. А есть школы с мощной базой, а результат дают средний. То есть, вот мы должны понять, почему это происходит. Ну, то есть, я сейчас не буду... С какой целью проходит вообще этот оценка, ретингирование? Ну, ретингирование проводится вообще с целью определения, скажем так, лучших образовательных, худших образовательных организаций. Хотя бы я даже не употреблял бы это слово. Худшие образовательные организации таких, наверное, и это некорректно. Какой стимул вообще дает учебному учреждению стремиться к, так скажем, лидерству? Во-первых, это определяет твое место среди муниципалитетов и твое место в муниципалитете. Я хочу сказать, что руководители образовательных учреждений получают определенную надбавку к зарплате. То есть, все зависит от... А является это оценкой возможностью получения гранта? Конечно. На развитие дальнейших? Да, я просто хотел сказать дальше, что это и возможность получения грантов. Грант для образовательных учреждений – это хорошая финансовая поддержка заработной платы педагогов, в первую очередь. Потому что ежемесячно они в течение от года до трех, в зависимости от гранта, получают финансовое стимулирование в качестве дополнительной прибавки к заработной плате. И достаточно там, скажу так, неплохое. Это тоже, конечно же, оно стимулирует. Да много стимулов, самодовлетворение – это тоже стимул прекрасный на самом деле. Алексей Викторович, в конце августа традиционно проходит педагогическая конференция, на которой в том числе подводятся итоги и называются лучшие учреждения предыдущего года. Да, вот рано еще говорить, рано пока, да? Давайте дождемся педагогические конференции. Но тем не менее, у каких школ будут ли открытия, может быть, в этом году? Ну, приоткройте завесу. У каких школ есть перспективы войти, собственно, в этот рейтинг и стать лучшими? Знаете, у нас очень много хороших образовательных учреждений. Огромное количество, достойных, я имею в виду прямо самого высокого уровня. Традиционные, да, традиционные можно назвать самые серьезные образовательные учреждения. Первый, это Одинцовская лингвистическая гимназия, 10-й лицей мы будем рейтинговать в этом году все равно, несмотря на то, что он уходит в другое подчинение. Второй лицей, 6-й, 4-й гимназия, 13-й гимназии, 12-й, вы понимаете, 14-й. Ведь прорывы, они же совершаются не только в качестве качественного образования детей, прорывы совершаются могут в обеспечении образовательного процесса техническими средствами, прорывы совершаются в проведении каких-то ремонтов. Да, то есть школа приобретает совершенно другой вид, а с минимальными затратами, да, то есть это внебюджетные средства, руководитель сумел там наладить отношения с какими-то предприятиями, был проведен ремонт. Это тоже, вот люди за внебюджетом открывают один, два, три класса прекрасных, прекрасно оборудованных, классы информатики, физики. Вот, это тоже прорывы своего рода, да. Кто-то открывает нам глаза совершенно в других направлениях, то есть это творчество, это появление новых творческих коллективов на базе образовательных учреждений, какие-то театры, клубы КВН. Помимо всего прочего, конечно, мы гордимся еще и нашими ребятами в частности, потому что наши выпускники, наши обучающиеся, они, многие из них являются членами сборной России по тем или иным видам. Спортивным, творческим, вот, и легкая атлетика, и фристайл, и можно называть, 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 и плавание. То есть у нас дети-то чемпионы на самом деле. Вот, родителям, конечно, отдельное за это спасибо и самим детям, потому что тяжело, у нас прекрасная школа фехтования на профессиональном уровне работает. В девятой школе там занимаются дети школы Олимпийского резерва по волейболу, живут и занимаются в одиннадцатой школе со всей России. Вот. Кроме всего прочего, я хочу еще отметить то, что в наступающем году также будет продолжена реализация проектов на разнообразное развитие личности и создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. И здесь для справки доля общеобразовательных учреждений нашего округа, в которых уже доступная среда создана на сто процентов, у нас девяносто одно учреждение, девяносто один процент, простите. Что я имею в виду? Я не имею в виду, что, вот, как многие привыкли считать, есть пандус, да, это доступная среда. Вот, это да, но мы берем здесь понятие шире, рассматриваем понятие шире. Это и, знаете, создание комнаты психологической разгрузки, это и, скажем так, автоматизированные подъемники на лестнице, это и сенсорные комнаты, которые мы тоже стараемся в каждом образовательном учреждении закупить, ну и так далее. Это целый спектр. Вот. И мы не ограничиваемся только доступной средой, чтобы ребенок мог хорошо войти в школу. Это создание психологических условий для детей с ограниченными возможностями. В этом учебном году мы пошли на эксперимент. Я благодарен нашим родителям, которые являются двигателем всего этого. В Лесногородской школе мы впервые открываем, значит, ресурсный класс. Класс для детей с расстройством аутистического спектра. Это отдельная тема и вообще тема отдельного разговора. Мы пошли на это по методике Екатерины Мень. Мы с ней встречались и неоднократно в управлении, и там. Одна из трудностей была – это подбор специалистов для работы в этом классе. Класс совершенно маленький. И основная цель – это интегрирование этих детей в классы, ну, в общий наш класс, в общеобразовательные классы. И вот когда педагог, дети могут заниматься в этом классе отдельно, когда педагог видит, что ребенок готов, он, значит, сажает ребенка в общеобразовательный класс. У детей должны быть тьютеры. Мы решили проблему с тьютерами. Спасибо Андрею Робичу Иванову. Вот была решена финансовая проблема, потому что это зарплата. При его поддержке были эти средства изысканные. Под его экидой этот класс был создан. Впервые мы это делаем. Да, конечно, немножко как бы страшно. Но я думаю, что мы справимся, потому что там у нас отличные наставники. Екатерина Мень, прекраснейший специалист. Это далеко не первый ресурсный класс. Обучили специалистов. Кого-то она нам дает. И вот полностью расходы в этом учебном году нам покрывает фонд «Галчонок». На зарплату вот этих сотрудников, своих, остальное – это мы. У нас наше пока оборудование, наше помещение, ресурсы. Но договоренность такая, что в следующем году мы уже выходим полностью на свое финансирование этого класса. Посмотрим, как будет. Если проект оправдает себя, возможно ли, что в будущем будут открыты еще дополнительные ресурсные классы? Конечно, если проект себя оправдает, то, естественно, мы будем открывать ресурсные классы для детей с расстройством аутистического спектра и в других образовательных учреждениях. В первую очередь, это образовательное пространство, которое для них необходимо, оно немножко индивидуально, свое, но отличается. Вот в этом будут определенные какие-то трудности, но я думаю, что мы с ними справимся. Посмотрим. Я более чем уверен, что это, скажем так, то дело, которым надо заниматься, на которое надо обращать внимание свое. Алексей Викторович, если говорить о подготовке самих общеобразовательных учреждений к новому учебному году, на какой стадии сейчас идут ремонтные работы, ведется где-либо строительство? Я сразу хочу сказать, что вся инфраструктура образования, условия обучения детей, безопасность образовательных процессов в нашей системе, образование постоянно совершенствуется. Не исключением становится и этот год. Я приведу просто цифры за пять лет. Последние в Одинцовском городском округе построены четыре общеобразовательных учреждения за четыре года. Это прекрасное здание Лесногородской школы с бассейном. Это удивительное здание Зареченской школы с бассейном, с хоккейной коробкой. И с реконструкцией существующей школы. То есть там мы оставили школу, которая у нас была, типовое здание, сделали там реконструкцию. И еще было построено здание новой школы. Кроме этого, это был достроен второй корпус 17-й школы. И 22 дошкольных образовательных учреждения было построено за последние пять лет. Только в прошлом году мы открыли три детских сада. Общее количество детей – 770 мест. Это 75-й детский сад в микрорайоне Одинбург. Это Одинцово-1, Каштаново-6. И Горки-10. Это один из самых крупнейших детских садов в Московской области. На 400 мест, тоже с бассейном. Замечательный сад. Я хочу отметить, что мы не стоим на месте. Администрация городского круга прикладывает все усилия для развития образовательной сети. Изыскивает все возможности для строительства новых учреждений. Понятно, одна из главных причин – это место застройки. Требования. Они, городостроительные нормы, увеличились. Тем не менее, в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры внесены строительство пристройки на 500 мест Казинцовской гимназии номер 14. Кусарская баллада. Школа на 2200 мест. Детский сад на 400 мест Кусарской балладе. Там, конечно, ситуация действительно тяжелая. Уже в 2022 году мы планируем, а глава поставила задачу с опережением – открыть все это. Поэтому мы постараемся и выполним его наказы. И постараемся открыть раньше образовательные учреждения. Люди действительно нуждаются в этом. Поэтому это надо делать как можно быстрее. Сейчас вы знаете, что в микрорайоне Сколковский строится здание общеобразовательной школы на 1100 мест. Она немножко разгрузит ситуацию в Трехгорке, потому что 17-16 школы, именно на эти два образовательных учреждения, сейчас лежит нагрузка микрорайона Сколковский. Она разгрузит эти образовательные учреждения. Где-то к концу года планируем мы ее введение в эксплуатацию. Очень, тоже очень рады и очень ждем эту школу. Не только мы, родители, дети эту школу ждут. Что касается ремонтных работ. Да, по ремонтным работам. В прошлом году был огромный, большой объем проведенных ремонтных работ. В этом году тоже запланирован огромный пласт, огромный объем. Мы планируем провести ремонты в 26 дошкольных образовательных учреждениях и 18 общеобразовательных учреждениях. Это огромная работа, которую будет проводить городской округ. Уже сейчас идут работы, заключены муниципальные контракты, проводятся работы вовсю. Я уже повторял, что даже создана у нас вместе с родителями рабочая группа. Сегодня я посмотрел ее список. Они прислали письмо. И Марьяна Кристалинская. Сегодня я с ними вместе посмотрел учреждения, куда они пойдут. Это абсолютно на их выбор. Будут контролировать осуществление, проведение ремонтных работ в детских садах и школах. Так вот, 26 садов и 18 школ. Бюджет, который будет затрачен городского округа, именно городского округа, это 324 млн 886 тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Я хочу сказать, что администрация округа, Андрей Робертович Иванов, выделяет большие деньги на ремонт. Потому что, ну что греха таить, долгие годы не проводился ремонт в образовательных учреждениях. И мы сталкиваемся с серьезными проблемами в ряде образовательных учреждений. И приходится вкладывать эти деньги для того, чтобы дети занимались в абсолютно естественных тех условиях, в которых должны заниматься, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. И я уверен, что в День знаний, 1 сентября, наши детки пойдут в обновленные школы. А сами школы и сами коллективы радушно встретят в своих стенах школьников, а детские сады воспитанников. Спасибо, Алексей Викторович, за интересную беседу. Ждем начала нового учебного года. Спасибо вам. Спасибо, уважаемые коллеги, земляки. Всего доброго. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Продолжение следует...